Всем привет! Вы смотрите программу про спорт и с вами я, Анна Жигалова. Сегодня поговорим, в принципе, как и всегда, о спортивных мероприятиях и достижениях. В Анапе завершилась восьмая спартакиада Федеральной налоговой службы. В прежние годы спартакиада проводилась в разных городах. В Самаре, в Екатеринбурге, в Москве, в Сочи, в Казани. Больше всего участникам и организаторам пришлась по душе Анапа. И арена для соревнований отличная, лог-витязь, и радушный прием санатория Элада. Давайте узнаем, как прошла спартакиада. Девять команд, около двухсот участников, восьми видах спорта. В завершающий день соревнований команды ждут решающих исход спартакиада очков от женских команд по волейболу. Страсти кипят на трибунах, волнуются участницы. Они не профессионалы на спортивной арене, но годы тренировок дали ошеломляющие результаты. Такой игрой можно любоваться тренером и любителем волейбола. Мы сегодня принесли на наши мероприятия еще несколько направлений. Мы параллельно проводим конкурс патриотической песни, где наши 200 сотрудников, они там смотрят. И, соответственно, те 100, которые, они здесь у нас зрители. И получается, вот 300 человек, которые занимаются одновременно, и конкурс патриотической песни участвуют, и в спорте. И получается очень даже интересно. Общекомандное место в спартакиаде Федеральной налоговой службы определяется по сумме очков участников во всех видах спорта. В лидеры с первых же дней соревнований вышли Северо-Западный федеральный округ, Сибирский и Южный округа. Нам приятно сообщить болельщикам-анавчанам, что на первое командное место в итоге вышел Южный федеральный округ, в состав которого входит Анапская налоговая служба. Волейболистки принесли команде ЮФО решающие победные очки, поднявшись в своем виде спорта на высшую ступень пьедестала почета. А теперь сюжет для тех, кто решил серьезно заниматься боевыми искусствами. В нашем городе много спортивных клубов, но как выбрать тот, который подойдет именно вам? Однозначного ответа на этот вопрос мы дать не можем. Все зависит от вашего возраста, особенностей телосложения, характера. Сегодня мы познакомим вас с Академией боевых искусств Южный Будокан, руководит которой Арсен Курбаналиев. А решение присоединиться к воспитанникам этого клуба или нет, принимайте сами. Арсен Курбаналиев является не только наставником Академии боевых искусств, а также и вице-президентом Федерации Кабудо Краснодарского края. Он против однонаправленности в работе. Читает, что ребенок должен развиваться, осваивать разные боевые стили. Наша школа представляет четыре направления. Они разные, и каждый ребенок может выбрать свое направление. Самое простое направление – это каратэ, комбат, самообороны. Бои происходят вот в таких специальных гластмассовых безопасных шлемах, в таких нагрудниках, чтобы ребенок не повредил себе ничего. И вот в таких перчаточках. По этому направлению у нас два чемпиона мира. Мы специально для этого ездили в Париж. Второе направление – тайский бокс, который в Анапе еще не развит. Весной бойцы клуба «Южный Будакан» принимали участие в краевых соревнованиях, вследствие чего в Анапе появился первый чемпион по тайскому боксу. Также мы работаем в направлении «Саньдаушу». Вот сейчас были игры юношеские в нашем городе Анапе, и наши ребятки заняли первое, второе место. Причем Чивкин Семен решил попробовать свои силы на категорию больше, это целых пять килограмм, и победил чемпиона России. На базе школы каждый ребенок может самовыразиться, даже если он боится выходить на ринг или татами. В таком случае можно заниматься для себя. Это отдельное направление академии, и называется оно тайхадзюцу, или самооборона. За демонстрацию изученных приемов также предусмотрены медали. С направлениями клуба мы познакомились. Теперь осталось выяснить, в каком возрасте стоит начинать заниматься боевыми искусствами. На этот вопрос однозначно я никак не могу ответить. Лучше, конечно, брать с 5-6 лет. Но иногда дети приходят и в 7 лет, у каждого ребенка свою степень осознания себя. Иногда в 7 лет приводят ребенка, и из него как раз уже можно что-то слепить. Кроме основной подготовки, в школе активно ведется психологическая работа с будущими чемпионами. Здесь закаляют характер, учат выдержки, умению оставаться спокойным и рассудительным в любой ситуации. Также ведется работа по военно-патриотическому воспитанию детей. В Анапе открылся 13-й традиционный турнир по боксу, посвященный памяти героя России Виктора Амелькова. В нем принимают участие сильнейшие боксеры страны, возраст которых от 13 до 18 лет. Соревнования будут проходить 5 дней в спорткомплексе на улице, названной в честь героя-земляка Амелькова, и завершаться 6 октября. Мы не смогли оставить это событие без внимания. А теперь предлагаем и вам посмотреть, как это было. Турнир открыл торжественный парад. В соревнованиях принимают участие более 70 боксеров. Организаторами выступили Управление по физической культуре города-курорта Анапа, Анапская федерация бокса и детско-юношеская спортивная школа номер 3. На церемонии открытия участников от имени мэра Анапы приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Скилков. Человек, который отдал жизнь за то, чтобы мы сегодня смогли с вами тренироваться, заниматься спортом, побеждать, жить, учиться в нашей прекрасной стране. У соревнований высокий уровень. Как и в прежние годы, они вызывают большой интерес у спортсменов. География участников очень широка. Это боксеры из Чеченской Республики, Воронежской области, Ростова, Новгорода, Краснодарского края и других субъектов нашей страны. Впереди у спортсменов несколько дней напряженных поединков. За право носить титул победителя турнира по боксу памяти героя России Виктора Амелькова. Финальные бои пройдут 5 и 6 октября. И в продолжении темы боевых искусств наша постоянная рубрика «Самооборона с Армиком Болосяном». Продолжаем осваивать технику самообороны, как всегда, в Центре боевых искусств «Билл Дракон». Армик Зорика Ильич. Бывают такие ситуации на улице, когда противник хватает загрудки, как говорится. Вот как в таких случаях себя повести и оказаться в более выигрышной ситуации? Два удара. Либо удар головой, либо удар с коленом. И тот, и этот удар довольно-таки опасны. Но хотелось бы заметить, что сам захват, он вообще не должен происходить. То есть в момент захвата нужно реагировать. Два варианта. Либо соперник, как я уже делал, наносит удар головой. Единственное правильное решение – это оттянуться назад. Либо следом, если он не попал в голову, естественно, он будет бить удар с коленом. И в том и в этом случае нужно успеть среагировать. Посмотрите на эти действия. Удар. Второй удар я поставил в жесткий блок. Правой или левой рукой. Не важно. Все зависит от того, какая рука будет снизу. После того, как нога вернулась, я наношу удар. Причем удар проходит в область солнечного сплетения. А если у человека крепкий пресс, допустим, и он выдержит этот удар? Согласен. При наличии хорошего удара рука-то остается. Здесь он от болевого ощущения еще сильнее будет сжимать. Конечно, голова свободна в этом случае. Это раз. Следом действия – проход в болевую точку с перехватом шеи. Это два. Ну и самый эффективный вариант – это когда я нанес удар. Оттолкнул сам. И здесь уже будут виды, конечно. Ну вот после удара ногой противник, если вдруг не получил сильную травму, он же может опять вернуться к атаке. Поэтому, может быть, тогда лучше все-таки прибегнуть с техникой захвата. Покажите подробнее, как правильно его произвести. С удовольствием. Вот смотрите сюда. Вот прошел удар соперника. Я нанес блок. Следом у меня летит удар. Обратите внимание, две руки у соперника крепко меня держат. Либо я делаю удар в лицо, одновременно прохожу в перехват. Хватая за кисть соперника жестко, я буду уводить соперника. В этом случае у меня реальные возможности нанесения самого удара. Этот же случай, этот же вариант после моего удара я могу согнуть просто соперника за счет локтя без нанесения удара. А с проходом, захватом за голову развернуть соперника. Обратите внимание, в какой позиции он сейчас находится. То есть выбраться фактически у него вариант. То есть у него вот здесь получился замок. Замок, да. Это довольно эффективная техника, если, конечно, соперник обескуражен вашим ударом. Если окажется очень сильный, очень такой мощный соперник, где эту руку практически будет невозможно согнуть, что может быть довольно-таки часто бывает. Идет удар. Раз. Не получилось. Удар. Не получилось. Удар. До тех пор, пока не пойдет отработка удара из-за вашего колена. Тогда этот удар будет эффективен. Выход всегда есть. Только нужно тренироваться. Ну что, вот еще несколько приемов на ваше рассмотрение, на ваш суд. Тренируйтесь, готовьтесь. Жизнь беспощадна. Не научитесь себя защищать. Вас всегда будут обижать. Подробно эти приемы и все предыдущие можем посмотреть на нашем сайте www.anaparegion.ru Пока. На этом все. Выпуски программ вы сможете посмотреть и на нашем сайте www.anaparegion.ru Всем желаю крепкого здоровья, особенно сейчас, когда наступили внезапные первые холода. С вами была Анна Жигалова. Пока. Субтитры подогнали Симон.